Итак, друзья, я продолжаю. Остановиться не могу. Это мой долг. Это мое, если хотите, даже историческое предназначение. Давно забытые великие имена. Так сложилось. Однажды это бешеное увлечение садоводством сменилось, апатии, сменилась деградация и людей, и садов. Людям стало не до увлекательшего занятия. К тому же людям не дают землю. Подность, предательство на высшем уровне. Не был бы я садоводом, если в 1991 году Ельцин не сказал, берите земли сколько хотите. Я урвал свои 5 гектаров. И оттуда пошел садовод Женеза. Начинал с нуля. Закончил лучшим садом в России по качеству плодов. А теперь я, будучи человеком по натуре благодарным, кланяюсь нашим предтечам. И продолжаю о них разговор. Это мой долг. Это моя обязанность. Так уж получилось, что я знаю больше, чем большинство из вас. И вот такие единицы, как Светлана Терская. У нас осталось единицы. Посмотрите на свои пальцы на руках. Это все. После такой преамбулы я продолжаю. Вот это мы все с вами прочитали. Именно прочитали. И еще. Сейчас чуть крупнее сделаю. Вот так вот. И еще крупнее. И еще. Я это все как бы перевел аудиоразговор. Как бы. Почему? Потому что сейчас поколение это читать разучилось. Ну пусть слушает. В сумме что-то может быть получено. Зная прошлое, мы можем представить себе наше будущее. Вот это интереснейший рассказ. Какое счастье, что кому-то это еще было надо. Но и все это я вам прочитал, прочитал, прочитал. Каждое слово, каждую запятую. Вот. И вот смотрите, видите. Пусть я повторюсь. Весомый уклад сибирского садоводства внесли тысячи переселенцев из Европейской России. Сыльные, политические, староверы, духоборы, Красноярск, Горочинск, который проходил путь на каторгу. И ссыльных всегда было много. Вот. Смотрите. Небольшое отступление. Уссурийская груша, видите. Вот. Ну, сеянцы, это отдельный разговор. Это звучит так. А можно ли из роскошных яблок, из семечка чего-то получить? Можно. Пусть не роскошные, но можно. Вот таким путем и шли переселенцы, ссыльные, получая очень добротные ранитки и полукультурки. И Сибирь была ими заполнена. И были урожаи, и были витамины. Вот. Потом, правда, со временем победила звериная технология. Всем казалось, что какие-то они неправильные яблоки. Никто не мог понять, что привитое дерево не имеет ничего общего с сеянцем, у которого есть по генетике штамп, и давай кулечить эти деревья привитые. Давай, не понимая, что у них нет штампа, и не должно быть. И вот это один из десятков примеров зверенной технологии, которая до конца добила северное садоводство. Между нами, современниками, 21 век и 19 веком, огромная пропасть по уничтожению садов. Это горькая правда. Но, тем не менее, такая работа была проведена, и полукультурки заполонили Сибирь. Я имею в виду груши и яблони. И вот эта груша у Сурицкого стала по двоям. А потом я на нее прививаю культурную грушу и получаю вот такие рожаи. Это одна из сотни фотографий. Скромненькая такая. Она же ей говорит, ребята, не осветляйте деревья, не делайте раны на штампе. Что вы творите? Вам нужна статья, вам нужны эти лайки на этих. Для этого нужно побольше придумать бесполезных и смертельных советов. А в этом саду ничего не рельса и болезни отсутствует. Вот. И вот так вот получается полукультурки. Вот это Аленушка. Ну как она получилась? Да очень просто. Были роскошные сорта, семенное размножение, еще семенное. Дошла до этих пор. А дальше прививка. И получается великолепная. Практически зимние яблочки. Не виданной вкусноты. Не виданной. И вон у меня на балконе стоят ведра, ведра, ведра. И что уже не знаю, куда их девать. Вот. Теперь я цепляюсь вот за это слова. Это все из того большого материала. Самое раскрученное, как мы сейчас говорим, я продолжаю текст аудировать. Среди сильных прогрессивных ученых и общественных деятелей сам был имя Льва Платоныча Семеренко. Мы сейчас предпочитаем яблоки сорта Семеренко другим заморским. А вот посмотрите сюда. Я набрал яблоки Семеренко. Видите, я набрал яблони Семеренко. И вот они. А теперь давайте внимательно смотреть на них. Узнаете? Прекрасно, да? А теперь, внимание, смотрим наш материал. Вот, смотрите. Вот это я с фотографией делал вчера. Я съездил в Чернобаево. Так. Леонид Дмитриевич. Любовно выращивает в том числе и дерево. Хорошо, что он имеет такой... Это сейчас редкость величайшая. Прошел морд среди яблони. И те, которые калечили, они просто погибли. Вдруг внезапно, какой-то бактериальной смертью. И если они и были Семеренко в садах, то они просто исчезли. Сейчас мы с ним начинаем с нуля. Он нарежет черенков 10-20. Вот. Я себе привью. Но стыдно не иметь нам, сибирякам, вот эти сибирские яблоки. Стыдно. Вот. Но теперь вы убедились, что это настоящая яблони Семеренко. А почему я это... Ну, потому что это идет все к тему. Все идет по теме. Этот крупный ученый садовод, помолок, впоследствии ставший известным всему миру, был ссыльным 10 лет. Красноярске его сосали из Киева. Привет, земляк. За связь с народовольцами. Извините, пусть я его в прошлый раз читал. Ничего. Уже кто-то уже забыл. А кто-то и не смотрел первую серию. Серия называется 5-1. Богатые сибирские купцы и золотые промышленники особо активно во второй половине 19 века украшали свою усадьбу садами. На работу они приглашали курицированных садоводов, получивших свои знания на Западе. Благодаря ученым-садоводам в садах стали активнее проводить эксперименты, в частности, братьями Крутовскими, о которых речь ниже. Привали деревья, расширялся сонсантимент и полудовый культур. При даче кузнецовых, кроме чудесного сада, были парники, грунтовый сарай, цветники. А в комнатах дачи городского дома росли пальмы, папоротники, другая экзотика. К столу подавали собственные апельсины, ананас и лимонный виноград. При этом виноград Семиренко выращивал в условиях закрытого грунта. Думаю, не первое ли это производство культурного винограда в Сибири. Сейчас, кстати, наши волшебники, это семья Жестовских. Это семья Жестовских. Значит, Рыкалина. А те на левой стороне Енисея, это Хакасия, а те на правой стороне Енисея, красавчик говорит, такие абрикосы выращивают, ой, виноград выращивают. Вам и не снилось, если бы я сейчас показал фотографии с их сада, ну, я уже показывал, повторяться не могу, иначе никогда не закончим. Это чудо, это сказка. А еще Макаров в европейской части России, Подмосковье, вообще экзотика. Должно быть в каждом саду. В дневнике про теория Кафедрального собора в Красноярске отца Василия Касьянова есть сведения о садах Рынжеряя Купца Кузнецова. Вот. В ноябре 75-го года Касьянов сделал такую запись. Кузнецова в доте говорит, что во французской газете печатается на рассказ Нордель Шельда, что в Сибири на берегах Енисея растет виноград, и что в эту минуту, когда он еще пишет, перед ним лежит гис винограда. Представляете? Вот. Итак, 1875 год. Запомним эту дату. Более ранних упоминаний о винограде в Сибири пока не встретила. В садах просвещенных купцов Краснояре выращивали вишни, сибирские яблони, грушу, сливы, балины, свородины, крыжовник. Пробовали заниматься и бахчеводством. Заметили яблони, грушу, сливы. Я уже упоминала имя Алексея Ивановича Аланиченко. 1874-1946 год. Уже ближе к нам. Который вместе с Сибиренко был садоводом и световодом у купцов Кузнецовых. В нашем семейном альбоме есть фотография Луниченко. Он любил Михаила Паноча по-отсовски, переписывался с ним. Когда мой дедушка покинул в Рустоярске, уже работал на Алтае. После смерти Луниченко дед выписал архив этого ученого, который хранится в Барнаволе по сей день об этом садоводе я узнал столько теплого и хорошего, что теперь вспоминаю, как близкого себе человека. Вот так вот. В 1891 году заразившийся у Сибиренко любовью к садам на попутных лошадях Алексей Луниченко уехал из Красноярска в Петербург. А потом через полгода перебрался в Москву для учебы в знаменитых тогда садах Греля. Вот он, круг замкнулся. Александр Кондратьевич Грель, помните, первую серию я посвятил Грелю. Александр Кондратьевич Грель в конце 19-го, начало 20-го века, был замечательным садоводом, владельцем и директора первого детства в России акклюмируционного сада на Ребевых горах в Москве. В историю садоводства он печатался словами «Доходное плодоводство и есть наука». В 1898 году вышла книга Греля «Доходное плодоводство. Курсы промышленного садоводства и огородничества, читанные в разных пунктах России». Среди учеников Греля был Алексей Луниченко, живший в Москве и учился там на деньги благодетеля, великодушного мастера, комбината красноярского промышленника, купца, купца промышленника Кузисова. Извините. Антон Валерьевич, я дозвон делал, думал, спите, не спите. Дело в том, что мне осталось 25 минут закончить очередной фильм, снимаю, пока ждал вашего звонка. А после этого у нас еще в силе разговор будет? Ну, 9, да, но уже чуть-чуть 9 не успеваю, скорее полдесятого, ладно? Я просто заполнил паузу, я занимаюсь такими вещами, которыми я сам не ожидал, что мне придется вникать. Вспомнили мою публикацию и переписку с этим самым. Ну, в общем, так вышло, что опять история садоводства вышла в моей биографии на первое место. Я кланяюсь нашим предшественникам и собрал весь материал, какой только можно. В общем, время не теряю. Так что, прошу прощения, немножко, чуть-чуть сдвинули наш график. Хорошо, спасибо. Это все виноват. Виноват. Ладно, не буду валить на других. Не было это, если бы Владимир Терентьевич Горновов, переписка бы не была на сайте, ничего бы не было. Одно цепляется за другим. Теперь продолжаю. Итак, кстати, этот купец повел в люди и художника Сурикова, учившегося тоже на кузнецовские деньги. После смерти золотопромышленника его потомки, сыновья и дочери продолжили поддерживать Луниченко. После окончания трехгодичной школы садоводства в 1894 году Луниченко вернулся на сибирскую землю. Представляете? Вернулся. Так, нам мух только не хватало. Так. И оставшему полвека жизни на земле посвятил садоводству. В 1932 году и до конца жизни он был научным сотрудником Красноярской опытной станции и занимался акклимонизацией яблонь, слив, вишни, кижомника, винограда. В письме Тихонову в 1930 году на Дальний Восток, например, Луниченко просит выслать семян у сурейской груши из отборных плодов акклини диамурского винограда. Так, вот кто уссурийская груша-то. Вот кто это уссурийская груша-то. Вот кому благодарить надо. Так. Для сибирского плодоводства ученый Луниченко оставил большое наследство и вывел много новых земостойких урожайных высококачеств сортов яблок. Например, Ксения, профессор Каченко, доктор Крутоцкий, непобедимая греля. Ее семена он привез от греля, получил саженцы и широко распространил по Сибири, надолго запечатлев иму московского садовода в наших местностях. Гордился Луниченко и сортом командар Блюхер. Выделяющимся по внешнему качеству посвященному крупному советскому военачальнику Блюхеру ВК, который в 1929-1938 годах был командующим Дальневосточной армией. В 1935 году им было присвоено звание Маршала Советского Союза, а в 1938 расстреляли как врага народа. Сорт переименовался и стал называться Полярное. 20-40 годы это трудный период в жизни садовода. Революция, гражданская война, коллективизация, Великое Отечество, национализировали земли, реквизировали дачи, грабили, поджигали, запрещали заниматься садоводством. Такие были времена. Луниченко умер в 1972 году своей смертью. Похоронил Красноярской рядом с супругой и помощницей во всех делах, а также с сыном Александром, который учился вместе с Михаилом Лисовенко в гимназии. Саша умер в 30-м году совсем молодым от ТИФа. Ой-ой-ой. Как гимнастического друга своего сына Алексея Ивановича пихал Михаила Лисовенко. Вот. Судьбы некоторых других садоводок, знакомых с моим дедом, складывали более трагично. Представляете, что дальше будет. Вот что будет. находясь в Красноярске, я нашла потомка братьев Крутовских. Фамилия Крутовская Красноярская одна из самых известных. Братья Владимир 56-й год, 1856-й год, 1938-й год, запомните эту трагическую дату, Всеволод 1864-й год, 45-й год, Михайловичи Владимир Всеволод Михайлович Один из самых весом свидетельств того, что Россию, какую Россию мы потеряли. Это представители настоящей интеллигенции. Слепой и беспомощный, бывший в России, видный общественный политический деятель Владимир Михайлович скончался в тюрьме, в которой находился как агент пяти разведок. Отсердечно недостаточно на 83-м году жизни. Господи, что от старика хотели? Хотя у него и была особая охранная грамота за содействие Ленину. Имя Крутовского ВМ до перестройки постоянно присутствовало в ленинской теме. Когда-то Крутовский оказался попутчиком Ленина в поезде, я этого не знал, следовавшим административу ссылку в Красноярск. Этот врач провел медицинское свидетельство о будущем вождя революции и только по этой причине он оказался в южной ссылке в село Шушинском. Немножко это как бы что... Сильно все трагично, поэтому когда село Шушинское вспоминают, вот, я вспоминаю письмо девочке, которая была на экскурсии в Шушинском и оставила такую запись. Шушинское, напомню, Красноярский край в Сибирь, оставила такую запись. Я была в поселке Шушинском на даче Леди. Ну ладно, извините, отвлекся, немножко имера не мешает. Затем Крутовский был редактором нескольких газет, журналов, сибирские записки. Какая богатая жизнь. Вместе с братом, профессиональным садоводом, Севолодом Крутовский безвозмездно передались в маленький дом под музейной коллекцией и были первыми научными сотрудниками. В 1889 году с их помощью открыта городская библиотека. А в 2000 году на речушке Лалетина возился заложен яблоневый сад. В отсылу садоводства виноградца Крутовского заразил Семиренко. Вот так. Нелли Ефимова в своей книге пишет С легкой руки Крутовского садоводство стало массовым явлением. А садовод центральная фигура на современной действительности. Представляете, даже им позавидовать можно, хотя времена были трагические. Сейчас ничего этого нет. Сейчас есть замкнувшая в себе гордая официальная наука, которая ничего не производит, кроме бесконечных этих. Но не будем о грустном. Всеволод Михайлович Крутовский был арестован через полтора месяца после ареста брата. 24-го с 38-го года. Внимание! Фамилия Крутовский встречалась в деле ученого профессора Касаванова расстрелянную в 27-м году. Боже мой! Почему нам не нужны? Почему мы уничтожали наше геном творчества? А дедом Лесовенко сохранилась четырехтомная советская сибирская энциклопедия, которую Касаванов с другими социал в 20-х годах. Тогда же была уничтожена вся эта редакция и запрещено краеведение как наука. Да что вы творили, палачи? Все Влада Михайловича судили как агента трех иностранных разведок. 74 года из-за нитяческих улик в 40-м освободили. А зачем его мариновали в тюрьме? Он почти безвыездно жил в своем саду на Лолете на все последние годы. Ученый садовод похоронен на территории Лолетинского фруктового сада, а саду присвоено имя, сад имени Всеволода Михайловича Катонского. Я был в этом саду, изучал, делал фотографию, но я не знал, что там могила. Я бы поклонился бы, на колени устал. Ой, в глазах слезы стоят. Дальше она пишет, что очень рада, что хотя и с опозданием, мы наконец-то отдаем долг памяти первым садоводам Сибири. Нет, не отдаем. Все это мелочь, все это боря в стакане воды. Когда в школах будут об этом говорить, когда при имени Крутовских дети встанут и стоя проведут минуту молчания. Дети, школьники, студенты, вот тогда будем считать, что мы отдали долг памяти первым садоводам. Те страшные 20-30-е годы интеллигенция уходила от зла политической общественной жизни в садоводство и украшала по сильным трудам свою землю. Точно так же поступил и Михаилов по Насте Лисовенко. Он отошел от эксприденции, который был связан профессионально и занят садоводством. Так он сохранил себя и свое духовное и нравственное самосознание. Вы думаете, это все снова Горнаулов? Вот такая великолепная получилась у меня подборка. Это уникальные вещи и дай, слава Богу, что я еще жив и несу свою лепту. Сейчас у меня слезы в глазах, я не вижу экран. Секунду. Вот. Итак, Владимир Горнаулов, напомню, на тот момент руководитель, руководитель в сибирском городе, руководитель клуба Виноградарь, и не более того, хотя по уровню это академика можно было дать звание народного академика, вот, уникальный человек, энциклопедист. Вот я преклоняюсь перед такими, потому что я не смог бы, в моей голове не вместилось бы то, что у Горнаулов. Валерий Концентинович, добрый вечер. Во-первых, хочу вам выразить, признать, за то, что вы близко к сердцу восприняли данную подборку и не остались равнодушными к памяти разночальников сибирского садоводства. Благодаря вашим усилиям и размещению данного материала на вашем сайте, тогда он был очень популярен, не только сейчас, когда садоводство загибается. Благодаря вашим усилиям размещению данного материала на вашем сайте появляется возможность познакомить более широкую аудиторию садоводов с историей создания сибирского садоводства. Так, опять отключение, потому что надежда, что все-таки что-то еще шевелится. Смотрите, если в Яндексе набрать три слова сайта садовода Железова по-русски, то вы оказываетесь вот здесь, смотрите, я сокращаю время, вот САДСИП, вот он мой сайт, вы находите тут ту самую фотогалерию, я о ней упоминал в прошлом, просто чтобы не выглядеть болтуном, я вас спрашиваю, имею я право Железов, стоять на равных хотя бы с нашими великими предшественниками, сделать следующий шаг, используя их наработки, их то, что 150, 150 лет назад умудрилась выжить в Сибири, вы представляете, вот хорошо вот увидел, смотрите, ребята, смотрите сюда, вот эта та самая вишня, которую завезли столыпинские переселенцы, посмотрите, что делается, а, ахнете, жухнете, ладно, вот смотрите сюда, ну так получилось, вот, я же не на голом месте, а я ее потом сейчас покажу, вот, ну, волочная вишня, я этой кланяю, откуда-то же взялась в Сибири, вот, вот эту вишню, вот эту вот, и она считается дикая, даже вот эта дикая, она несъедобная, вот эта, вот, и здесь вот последние вишни, ну пусть я отклю, это, но это все-таки все на пользу, вот пойдет, пусть немножко разговор затянется, пусть будет нижних пару серий, вы меня простите, последнее вишневое дерево, а их есть нельзя, их, это, здесь погиб, это мой забор, я с этой стороны, с той стороны, приезжают, приходят со стремянками, собирают, собирают, в общей сложности несколько сотен йодер, все, кому не лень, потому что там, это самое, хозяева не возражают, которые слева, им некуда девать эту вишню, большая часть на верхушках птицам достается, и вот однажды откровение, вишня как вишня, ну вот последнее вишневое дерево однажды дало крупные отборные плоды, вот, и вот тогда это я сказал себе, вот оно откровение, все-таки предшественники были с Европой, скорее всего, это Владимирская вишня, переселенцы, кто-то жменьку вишен привез, посадил, выросли, а потом от них пошли корневые отводки, она любит отводками разыражаться, и вот результат, вот это откровение, когда вдруг оно стало культурное, рядом увеличились плоды, вот с таких вот, много там до таких вот, ноготь на большом пальце, вот видите, сколько я наговорил, и получилось, сейчас найду, ну, это я привез с Украины, я таких же плодов добился, внедряя гены черешни, вот в эти дикие вишни, представляете, посмотрите, видели, но я не могу сейчас отвлекаться на агротехнику, вот, получается, что я опять забываю великие имена, видели, вот эту всю красоту, оно родилось именно с девятнадцатого века, вот поэтому, я еще раз, спасибо Горнаулову, вот, который пишет, благодаря вашим усилиям размещению материала на вашем сайте, а я показал этот сайт, я не дошел, да у меня такая натура, я все забываю, и так, когда вы нажмете в Яндексе, в Гугле, русскими словами, сайт Садова до Железа, вы оказываетесь на моем сайте, я вам показал в фотогалерею, вот, я обычно шутя говорю, ну это, ну кто-то действительно может это, что это все, благодаря великим предшественникам, это эволюция, вот, и, в результате, мы можем позволить себе такую роскошь, климат немножко меняется, помогает, вот, советы мои помогают, нашли тепловую подушку, образно говоря, и у вас смотришь, несколько градусов выручили, а там, глядишь, уже не замерзает, но это опять, и вот смотрите, мой этот самый, тут каталог, сына Сергея с саженцами, вот она, фотогалерея, вот они, публикации, здесь есть контакты, как найти мой электронный адрес, железоусадсип, собака.ru, и вот она, гостевая книга, и вот здесь я, видите, груз Японии, так, убираем отсюда рекламу, так, вот, и вы видите, вебинары, которые проходят каждую неделю, вот, позавчера был вебинар, 11 октября, видите, и уже здесь объявление следующего вебинара, ровно неделя спустя, по понедельникам, в 16.00 по Москве, вебинары, осмотрите вопросы, вы задаете вопросы, я отвечаю, но с фотографиями, специально, вот, чудеса у садоводов, обязательно очередных несколько человек, у которых, почему-то сейчас, в основном, упор на персики, персики неукрыбные, в Европе мы их плодоносят, я уже сколько показал, почему железо растут садоводов, все континенты, для разной климаты, ответы на письма, учимся, как спасти сады, от общепринятых приемов, вот это и есть моя работа, поняли, да, вот это и есть сайт, а теперь, смотрите, что получается, у нас заканчиваются очередные, осталось ровно минута, очередные 30 минут, потому что я стараюсь не делать длинные, меня постепенно критикуют, мы не можем смотреть подолгу, вот, я ограничился полчасами, когда сам отключается, эта видеокамера сама, и мы продолжим этот разговор, продолжим, видите, а дальше еще, я не допустил плодов, это уже, в НКВД, на это самое, в, как это называется, протокол, мы и о горьком будем, мы о всем должны знать, мы должны поклониться, 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 мы все это будем проходить, а потом, ближе, 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 и дойдем до нашего, 21 века, я на этом прекращаю, друзья, вот, вот на этой фотографии, видите, историческая фотография, все, друзья, серия, это, воспоминания о будущем сибирского садовода, серия номер 5.2, закончена, будет серия номер 5.3, на сегодня, до свидания,